Приветствую вас на канале Центра индивидуальной мобильности Моноколесо МТН 5-го поколения МТН созвучно со словом 10 Однако это моноколесо уже 12-дюймовое Подробные характеристики вы видите сейчас на экране Обратите внимание на напряжение питания Оно составляет 84 вольта Точнее сказать, это максимальное напряжение заряженной батареи То есть средняя точка 72, то что более привычно Моноколесо, как вы видите, компактное и небольшое И далее в этом обзоре я постараюсь максимально подробно рассказать вам про это моноколесо Глядя на него вашими глазами, так как будто вы осматриваете его лично Начнем осмотр колеса Причем я специально положил его сейчас на бок, чтобы вы могли посмотреть его размеры В сравнении с размером ноги Как вы видите, оно действительно очень-очень небольшое Пройдемся по особенностям Прежде всего, именно взглядом сбоку Первое, что бросается в глаза, это перфорированные педали Для чего нужна такая перфорация? Прежде всего, это езда по грязным поверхностям В буквальном смысле это грязь Также зима, когда на подошву налипает много снега И из-за этого на гладких педалях образуется ледяная корка С педали легко соскочить Кроме того, как вы уже успели увидеть На педалях располагаются шипы Шипы не острые, но при этом достаточно тонкие И в процессе тест-драйва вы увидите, как они работают Прекраснейшим образом держат подошву И не портят обувь Это я уже тоже проверил Боковина колеса закрыта сразу же из коробки Материалом типа липучки Вот сюда наклеивался упор для прыжка Сейчас он снят, но следы остались Изначально из коробки все гладенько и аккуратненько Подушки идут к колесу отдельно Их нужно приклеить самостоятельно Регулировать можно, соответственно, высоту и угол наклона Ну и смотрятся подушки очень неплохо Выполнены в дизайне моноколеса По мягкости они, ну я бы не сказал, что мягкие В процессе езды я буду упоминать, как они себя ведут В целом неплохо Для базовых подушек очень неплохо Ставим педаль на место Поднимаем моноколесо Оно уже включено Впереди, кстати говоря, находится кнопка включения А вот эта кнопка, это кнопка сна Когда вы достаете колесо из коробки Оно заблокировано и не держит горизонт Для того, чтобы его разблокировать Необходимо зажать кнопку сна И пять раз нажать кнопку включения Это так, отвлеченно После того, как колесо включается Начинает работать сразу же ходовой свет Это голубой ореол вокруг фары Фара выглядит массивной Но на самом деле это линза френеля То есть абсолютно гладкое стекло За ним располагается два светодиода Как работает фара? Нажимаем на кнопку И посмотрите, как она лупит Причем, как вы видите, поднимая камеру достаточно высоко А свет все равно попадает в объектив То есть светит она во все стороны Рядом с кнопкой включения Находится порт зарядки Зарядное устройство классическое Бесшумное Ток заряда полтора ампера А значит полностью батарея зарядится примерно за 6 часов Взглядом сверху Хорошо виден дисплей Сейчас не яркое солнце Но достаточно светло И как вы видите Дисплей хорошо читается Мерцает он только лишь на камеру Что мы видим Это уровень заряда аккумулятора Общий пробег Температура контроллера 101,5 километров на нем наездили уже На верхней части располагается ручка для переноски Выполнена она из металла Ручка большая, длинная, массивная И вот сейчас специально показываю Что в нижней части присутствуют ребра жесткости Помимо ручки для переноски У МТН-5 наконец-то с завода Добавилась ручка для транспортировки в рабочем положении Поднимаю ручку Она фиксируется, кстати говоря, на корпусе На магнитиках Поднимаю ее вверх И можно ее поднимать, поднимать, поднимать Вплоть до отрицательного угла Выполнена она, кстати говоря, из металла Петля классическая Двигается, не болтается Но что будет со временем сказать сложно И мало того, ручка это еще и телескопическая И я при моем росте метр семьдесят пять Могу совершенно спокойно держаться за эту ручку И катить рядом с собой колесо Как видите, у меня рука даже немножечко присогнута То есть ее длины абсолютно хватает Складывание ручки Сначала задвигаем телескопическую часть Если это сделать интенсивно То можно защемить пальцы вот этой частью Надо привыкать Хоп И опускаем ее вниз Вот с опусканием вниз нюансик Вот здесь не мешало бы какое-то возвышение Чтобы было за что ухватиться и придерживать колесо А так аккуратненько его опускаем И получаем вот такой вот аккуратный вид Вот только что показал вам заднюю часть колеса И мы видим огромный фонарь В буквальном смысле огромный То есть он по ширине, ну вот, с ладонь И хорошо видно то, что боковины колеса тоже светятся Качу колесо вперед Начинается движение Дальше поворачиваю Поворотник Торможу Боковая индикация только красная И не меняется Крыло Крыло выполнено из металла Внизу присутствует подставка Нажимаю кнопку сна Опрокидываю Все Для того, чтобы начать движение Просто поднимая его Не надо нажимать никакую кнопку Оно переходит в режим работы автоматически В таком положении Удобно посмотреть на переднюю часть колеса Еще раз убедитесь в том, что боковая подсветка работает Это два листа из прозрачного пластика Которые являются элементом корпуса моноколеса И вот сейчас вы только оцените эту ширину покрышки В буквальном смысле с ладонь Рисунок протектора гладкий С канавками для воды Размерность покрышки И 110 55-8 дюймов Я запрашивал Есть ли у завода зимние покрышки на этот размер Ответили, что нет Посмотрите, как под передний брызговик Встает штатная резина Встает она Явно Очень-очень близко И если колесо перекачано Или оно грязное Может задевать за брызговик А нужен он для того, чтобы защитить фару От прямого попадания Грязи и брызг За ним, кстати говоря, проходит провод к мотор-колесу Покрышка установлена без камеры Покрышка то ли скутерная, то ли мотоциклетная В общем, она очень толстая И я бы не сказал, что супер мягкая В общем, все по канонам мотоциклетной техники Педали, кстати говоря, забыл сказать, что на мягком подвесе никаких магнитиков нету То есть ось, два винта с пластиковой втулочкой Так называемый Inma Style И педаль фиксируется в любом положении Плюс, если она слишком легко открывается, подтягиваете И все работает прекрасно Внутри видим стойки Вот они и уходят к оси колеса Перед тест-драйвом давайте еще раз посмотрим на MTEN 5 Именно вот с этого ракурса Я специально сейчас положил колесо на бок и открыл педали Посмотрите, как это выглядит со стороны Вот сейчас объектив находится вертикально Ровно над передней гранью педали Как видите, она может сказать, что выступает за край колеса И, соответственно, если препятствие достаточно высокое То колесо, вместо того, чтобы упереться покрышкой и заехать на него Получится удар педалями И, соответственно, никакого въезда не получится Что касается задней части Опять же, давайте посмотрим на вот этот скос Как видите, край покрышки находится где-то внутри И при съезде с бордюра, например Можно хорошенечко об него удариться Расколется ли зимой боковая подсветка, сказать сложно Но как факт того, что оно задевает Вы уже увидели Это, кстати говоря, ножки-подставки Ну, вот так выглядит нижняя часть колеса И та часть, которая находится внутри Вот это та часть, за которой находится электроника Ну, перейдем к тест-драйву Итак, господа, тестовая поездочка на МТМ-5 Смотрим, что у нас с параметрами Подключаюсь к приложению Заряд 90%, можно сказать, максимальный Давайте посмотрим раскрутку на холостых оборотах И по приложению, и на самом колесе Итак, 72 показывает и там, и там Пока что GPS не появился Убираю телефон в карман и просто прокачусь Значит, впереди что у нас? Небольшой уклончик Оп! Очень легко и отзывчиво колесо поднимается наверх Теперь переход через дорогу Что делаем? Беремся вот таким вот образом за ручку Вытаскиваем ее И пошли Естественно, колесо немножко подпрыгивает на зебре И вот эта вот ручка двигается туда-сюда Самое интересное это Как ее складывать Вот я перешел Теперь ставлю ногу на педаль Складываю ручку, задвигаю, получаю по пальцам И вот так аккуратно пальцем ее пристегиваю Только так По-другому никак не получается Старт с места у колеса очень легкий Оно отзывчивое Еду по неровному асфальту Конечно же, маленькое, сравнительно маленькое колесико Чувствует перекаты, неровности Но при этом я не чувствую именно как таковой противной тряски То есть я чувствую перекаты вот эти все Но они достаточно плавные получаются Мини-бордюрчик Ой, жестковато Кстати говоря, колесо очень отзывчиво И на торможение Не только на разгон То есть все это делается на мысочках То есть у подушек упоры Это прямо для экстремальной езды Чуть вверх Прекрасно Здесь дорога идет вверх по уклону Разгон отличный И что я вот заметил, пока еду У колеса присутствует некая склонность С таком как бы рысканью, что ли Но при этом оно какое-то такое Ну не то что управляемое А как бы оно есть и есть То есть это не потеря управляемости Смотрим, что у нас с GPS Так вот, отлично Нашелся Сколько я? Максимум 22 км в час ехал Ну и что? Попробуем развить максималку Я установил подъем педали на 50 км в час Стрёмно пипец На таком маленьком колесике Ну давайте попробуем, что получится Так, ну легко разгон Давление в колесе В покрышке, точнее сказать Что-то около 2,2 по-моему Так, 30-очка Я не стремлюсь Прям вот супер быстро разогнаться На динамику, нет Ни капельки Блин, вот на скорости, конечно Его покачивает страшновато Зажимаю колесо сейчас между ступней Так Ну давай, чуть побыстрее Блин, колодцы С задницы Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Так, вот В общем, вот так вот всё это происходит Сейчас попробую перейти дорогу Ещё раз разгонимся Так, опять эта история с ручкой Так, переходим Переходим, переходим Мне кажется Давление ещё ниже Надо делать Ага, штаны прищемил Прекрасно Так Ну что, пробуем ещё раз Разгон Так Первая попытка была Не очень быстрой И не очень быстрой Не очень быстрой И не очень динамичной Сейчас Попробую побыстрее Ну, тридцатку вообще Моментально набрал Колесо зажимаю между ног Иначе стабильности Ой Да, на кочках его подбрасывают не кисло Я вообще не понимаю, зачем гонять Вот так быстро на нём Нет, очень страшно Дальше Оно какой-то Ну, нет стабильности что ли Вот сколько я 44 на нём разгонялся Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Все видели, да Вот В общем, вот так вот Прекрасно это всё происходит Так Ну, со скоростными поездками С динамичными Я думаю, закончили смотрим что у нас приложение постоянно закрывается и отваливается само по себе разогрев разогрев у нас 40 градусов получается пока что да по контроллеру а здесь что у нас по графикам температура контроллера 41 градус напряжение 80 вольт можно сказать что около максимально по скоростям то мы все уже посмотрели наверное запись остановлю и спокойно едем дальше тестировать это колесо уже в гражданских условиях как вы поняли после теста скорости это колесо создана явно не для скоростных поездок но тем не менее имеет потенциал где-то коротко прохватить с высокой скоростью ну а теперь я продемонстрирую поделюсь с вами мнением каково же передвигаться на этом колесе в том предназначении для которого она создана то есть это колесо подскок то есть сейчас мне нужно добраться до метро это у нас есть во двор без зебры и соответственно с вами я поделюсь каково же передвигаться на этом колесе первое что я хочу сказать очень большие удобные педали то есть вот посмотрите как стоит нога полностью вся ступня у меня 41 размер все прекрасно ну и вот первое препятствие это у нас дорога вот так ставим ногу вытаскиваем ручку поднимаем и катим здесь я сделаю небольшой зигзаг чтобы поделиться с вами о по опять прищемил палец смотрите закрываем ручку и вот здесь если палец не убрать можно прищемиться или вот так очень короче очень нежно и и заталкиваем вниз вот так дальше опускаем ногой придерживаем колесо и вот так только так иначе можно прищемлять пальцы так вот что я вам стремлю сейчас показать это поворотливость этого колеса поворачиваем налево об на маленькой скорости все происходит прекрасного здесь зигзаг чуть быстрее едешь у него появляется эффект того что она как будто бы не хочет поворачивать здесь у нас дорогу уходит направо еду я где-то килограмм 15 в час мне нужно поворачивать его очень сильно заваливаю но слово заваливала она неправильная я давлю одной ногой больше чем другой то есть это не классическое заваливание телом она вот не хочет так поворачивать нужно именно давить на ту педаль которая находится внутри поворота это если на скорости выше там 10 километров в час кстати спешу вас предупредить то что любые мнения об этом колесе можно составлять только после того как вы наездите хотя бы 10 километров и эти 10 километров поверьте мне у вас будут очень смешанные чувства но после этой десятки и потом перерыва все меняется и это колесо становится более понятным то есть иными словами к нему нужно прикататься и прикататься очень ну скажем так серьезно потому что его поведение отличается от классического колеса на покрышки с торообразной формы именно из-за широкой формы у него есть эффект именно из-за широкой формы покрышки у этого моноколеса есть эффект того что она хорошо держит прямую но при этом в поворотах ведет себя странновато ну вот собственно еду вместе с шерингом подозреваешь в районе 20 километров в час ограничения здесь вот неровный асфальт чувствует тряску это вот на давлении 212 и 2 под мой вес небольшие бордюрчики но меня немножко подбрасывает я чувствую вот эту вот тряску и так далее самое вот здесь смотрите как это происходит понятное дело что помимо плавных бордюров здесь поворачиваем на просто смотрите на маленькой скорости прекраснейшим образом все происходит вот прям прям очень здорово вот чуть поднабрал она стабильно держит скорость так теперь поворачивай здесь опять же на маленькой скорости все прекрасно разгоняюсь динамично все отлично притормаживаю вот это вот все посмотрите на разворот вот кто-то говорит что педали низкие нужно делать и хуже иначе она не разворачиваю ребят я не знаю на каких колесах вы ездите мтн 5 разворачивается буквально смысле на месте вот смотрите колодец вот вот я вокруг него езжу ну куда это какой радиус вам нужен куда это практически на месте поэтому есть конечно экстремалы которым если попадает что-то в руке нужно выжить вообще все соки по максимуму и при этом действительно вещь будет использоваться на грани его возможности вопрос том а кто так ездит и зачем так ездит пока вам говорил про это давайте посмотрим вот какой тест бордюр и скатываю колесо с него смотрите что происходит вот при такой высоте вот сравнении с ногой до чуть выше лодыжки при скатывании она ударяется с весом ну или крылом в общем в этом случае конечно же нужно съезжать только на скорости тогда никакого удара не будет при торможении очень приятно цепляться за подушки и вот относительно подушек могу сказать так то что среди готовых подушек эти очень неплохие и есть ими действительно удобно пользоваться были на 5 много причем смотрите вот держу ногу закрываю ручку цепляет джинсы и только что зацепил еще голень ну ладно а по вот сейчас был спрыг как вы слышали ручка приподнялась вот еще ты смотрите вот так он перепрыгивает препятствия то есть вполне себе адекватно так здесь у нас что ну давайте попробуем а по видели да то есть по тяговитости у него все прекрасно давайте попробуем его загнать вот в эту штуку об никаких клевков отличный зацеп покрышки все вообще супер разгончик ну вот нет с точки зрения воздуха в покрышке все прекрасно но повторюсь колесо не для бешеной скорости сейчас едем где-то дачу где-то до 30 точно я думаю что 15 не больше вот еще бордюрчик вот так еще бордюрчик а по очень динамичный разгон знаете я поймал себя на мысли что по динамике это колесо вообще ни разу не маленькая но смотрите то есть разгон вполне себе интенсивный я не лежу на подушках это важно и очень круто с точки зрения того что не нужен спортивный такой какой-то прям вот стиль езды когда на подушках висишь постоянно все-таки это колесо замечательно управляется просто переносом массы тела вперед-назад без экстремальных наклонов так еще у нас неровность еще еще ну и все и здесь гладенький асфальт вот ускоряется она очень прикольно вот привыкнуть к нему надо повторюсь то есть я на нем проехал уже километров двадцать наверное в общей сложности вот сейчас я к нему уже привык если сомневаетесь в его поворотливости вот этот вот эффекта зла как о котором говорят что-то такое похожее присутствует но я бы не сказал что она прям вот супер ярко выражена если не уверены в том что грубо говоря вписывайтесь в поворот есть прекрасное решение притормаживаете после этого поворачивайте вот смотрите делаю я это не снижаю скорости до на педаль перевешиваю вес полностью но не полностью до значительной степени скажем так и двигаюсь дальше еще сейчас постараюсь найти один момент вот он это продольный вот смотрите еще раз что происходит если неровность продольная здесь за счет широкой покрышки колесо начинает носить вот вот так как то это выглядит на скорости конечно такие препятствия проходить опасно это точно совершенно может привести к падению потому что колесо в буквальном смысле дико швыряет опять же повторяю то что колесо не создана для диких скоростей вот как подскок до метро кстати смотрите на скорости ну сколько я ехал опять же 20 25 до быстрее не ездил уже в облинга нет по брусчатке мягенько хорошо голос не дрожит слышим только шлеп-шлеп от покрышки в общем все супер пока жду пешеходного перехода давайте посмотрим что у нас с температурой контроллера вот говорят что очень сильно разогревается колесо смотрите вот ехал я спокойно ехал я недолго уже 52 градуса на контроллере очевидно если как говорится наваливать то может быть такое что колесо дойдет до экстремальной температуры в общем то еще раз повторяюсь все говорит о том что она создана не создана для скорости а все-таки для какой-то такой более пешеходной езды педалька скачением через препятствие присутствует неприятный нюанс сейчас я вам его покажу когда я пытаюсь закатить колесо вверх смотреть что происходит вот эта ручка она складывается и для того чтобы не его закатить наверх не у нас перевернуть в этой ситуации получается я утолкаю вперед она тянется назад то есть мне надо ручку поднимать вверх и тогда колесо закатывается так сказать под действием уже гироскопа в общем нюансов масса так педалька удерживаю ручка прищемляю джинсы и поехали к метро по радиусу на малой скорости еще раз повторяюсь вот вот повторяю и повторяю для того чтобы у вас сомнений не было в том что я говорю на малой скорости с колесом вообще полный порядок то есть там до 10 километров в час вот кстати продольное препятствие вот здесь вроде адекватно на себя вела так чуть по плиточки на 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 ну вот как то так так кнопка сна очень хорошее место для демонстрации раз раз педалька и пошли колесо не тяжелая но вот спускаю его вниз ощущаю давление ребрами жесткости ручки на пальцы очень сильно чувствуется нажимаю кнопочку откидываю педаль все погнали принципе если не опускать ручку для перекатывания то второй ручкой для подъема можно пользоваться это вот удобно так въезд в неровности вот опять же до видели получается зацепился передней частью педали ну то есть вот чуть перекосы все и до свидания то есть еще раз повторюсь здесь вот именно заехать не получится хотя колесу мощности хватает с лихвой смотрите вот она вот как-то так так заходим спуск по пандусу вниз вообще все прекрасно сейчас сразу затестим подъем вверх вниз прям адекватно очень пробуем то же самое сделайте вверх и смотрите ручка складывается еще раз вот пытаясь его катить ручка складывается ладно перекидываю вперед давайте попробуем так она заваливается не получается поддерживать равновесие ну справа влево до переворачиваю его и пробуем тянем ручку вверх вот поехали то есть получается для движения вверх по лестнице его нужно вот так переворачивать ручку тянем вверх и тогда она адекватно едет так меняю руки спускаемся вниз небольшая демонстрация то что я вам говорил по поводу ручки для переноски и ручки для перевозки перехватываются нажали на кнопку можно спустить здесь это не нужно было но в целом так дальше об и по и пошли и очень неохотно она реагирует на движение ручки то есть надавить на ручку чтобы она ехала вперед не получается вообще никак вот подошли для покупки билета ставим его вот так между ног все прекрасно удобно по высоте прям вот ручка что надо и придержать его удобно и все было бы наверное стоило бы сделать ее чуть-чуть по-другому тогда уже между ног не поставить поэтому положение ручки вот такое я бы сказал что на оправданных так билет ну все вот в общем-то мы в метро идем на эскалатор вообще отлично входит на ступеньки помещается с лихвой вообще запросто опять же вот с ручкой да мне его надо быть чуть вперед подвинуть а не могу ручка не дает все-таки ограничитель хода не нужен какой-то вот хотя бы чтобы вертикально он был ждем поезд можно держать можно не держать нажимаем на кнопочку а почему это можно не делать чтобы сделать вот так и она сама пола так заходим в вагон все-таки лучше нам заносить его так ну и встаем еще небольшой тест пандус сразу извините за звук очень легко колесо справляться с заездом и с лопой съездки тоже контролируемый вообще отлично разворачиваюсь еще раз прекрасно давайте посмотрим что произойдет при скатывании со ступенью вот видите он цепляется задней частью это конечно минус а назад его уже не закатить то есть если она свалилась вниз то все если же действует быстрее то все прекрасно получается ну и въезд в ступеньки вверх подведем итог ну как вы уже поняли из тестовой поездки моноколесо это не скоростной его преимущество в компактности и в сравнительно небольшом весе при очень неплохом емкости аккумулятора педали однозначный плюс шипы перфорации все хорошо но как говорится смотрим мы на картинку а покупаем мы удобство эксплуатации и эмоции которые вызывает это колесо и первое с чего я начну это как всегда минусы первый минус это особенное управление с точки зрения поворотов к нему нужно привыкнуть повторюсь первые 20 километров точнее сказать первые 10 километров вы не понимаете что происходит вы пытаетесь к нему привыкнуть и так далее ближе к 20 километров осваиваетесь и начинайте эксплуатировать его уже адекватно второй минус это ручка верхняя ручка для переноски накладочка небольшая ей не помешало бы иначе ребра жесткости впиваются в пальцы откидная ручка вроде бы все классно все удобно но постоянно прищемляет пальцы фара слепит однозначно но с другой стороны есть ходовой свет ходовой огонь и фарой нужно и можно будет пользоваться там где например нет людей или водителей автомобилей чтобы их не слепить дорожный просвет точнее сказать передняя часть колеса когда закатывается ступеньку цепляется педалями аналогичная история и в задней части при скатывании со ступени колесо цепляется боковыми накладками максимальная скорость на мой взгляд это тоже минус этого колеса для него она опасна опасна не с точки зрения того что оно клюнет носом нет самое страшное это продольные перепады по асфальту это либо же продавленный асфальт либо же это какая-то прорезь в асфальте либо трещина какая-то вот на ней колесо начинает в буквальном смысле швырять что-то я все о минусах да о минусах перейдем к плюсу самый основной плюс это внешний вид компактность и характеристики одно могу сказать точно то что это колесо ведет себя крайне собранно крайне предсказуемо но немножечко нужно к нему привыкнуть и по комплектации ему никакие дополнения не нужны ну кроме изоленты на фару для того чтобы отрезать так сказать четкую светотеневую границу подушки удобные педали уже классные с хорошим зацепом заводская откидная ручка уже установлена из коробки удобно расположенная ручка для переноски с кнопкой сна но самое главное назначение этого колеса это движение среди пешеходов колесо крайне стабильно на малых скоростях 3-5 км в час легко ускоряется и останавливается юркое и удобно для эксплуатации совместно с общественным транспортом что вы думаете по поводу этого моноколеса пишите как всегда в комментариях надеюсь этот обзор был для вас полезным напомню с вами был Михаил центр индивидуальной мобильности место где вы можете привести технику подготовленную к эксплуатации и заказать услугу качественной гидроизоляции выполненной специально подобранными материалами ссылка на это моноколесо и наш центр в описании к этому ролику спасибо что смотрели всем удачи всем пока